Хозяйка, хозяйка я пришел, Глашкова Нианила Александровна, и показать Ата Алексеевна. Так, тебя Алексеевна? Александровна? Александровна. У нас Ата Алексеевна. Вот по Теряевке как живут. Вот она одна, приехали. Дочь с зятем. И вот что она тут? Святые, посмотрите, какие у ней. Вот. Она зимой-то там у них живет. Ну, тут что-то насадило везде. Всякие разные смородины. Меня интересуют больше цветы. Тут лук. Вот он или что, дорожка. Вот возле дорожки камушки. И между ними, пожалуйста, тут... Это, видимо, съедобное что-то. Главное, это определяется, что в рот можно положить. Вот так. Вот здесь у нее колодец качает. Придумано. Ну, тут что-то полопалось. А здесь оградка такая. Оградка миниатюрная. 30 сантиметров высотой. Так придумывают. И разные цветы. Там, наверное, сирень у ней. Ну, да, цветы разлетают. На окнах тоже цветы. Она любит цветы. Вот. Вот, видишь, какая мелкенькие такие цветы. Вот. Она против. Вот, видя, оконодом. Видите, какая антенна. На полу огромная стоит. Потеряевка. Вот так. Нынче 25 лет. Всякие были здесь. Выражения. Рядом вот здесь. Это мы называем саманы. Самана. Построенный домик был. Мелисанер. Пакостный-пакостный мужик. Ну, и ушел из мира. И один пруд загубил нам. Давай, говорю, крещать на бульдозерисов. Там, может, стратегический кабель на дне. В лесу у нас заложенный на дне болота. Ну, то есть, даже и дурью нельзя назвать-то. А потом прибежал к моей матери и говорит, какой черт меня двинул. Я, говорит, пришел туда, оделся в форму. Что я наделал-то там? Остановились. И бульдозера мы заплатили за них. Ну, они еще в милиции, в форме, подполковник. Ленинского района он работал в городе Барнауле. Дружинин Геннадий Петрович. Ну, и 38-го, что ли, года рождения. И они все сняли и уехали. И вот сейчас мы этот пруд пытаемся восстановить. Но это обложили после этого кирпичом. Она приехала продать, жена. Никто не берет. Она ко мне. Ну, я взял тогда, сколько стоило здесь. Все обложили, сделали. Есть, где людей принимать, как гостиницу сделали. Опять же, ко мне и пришла. Он больше всего против меня враждовал. Вот так. Видите, трактора уже свои есть. Так, вот она пришла. Подожди-ка. Хозяюшка моя вышла. Это Лужкова Нянила Александровна. Вот она зиму была в городе. А сейчас пришла. А сейчас я на солнышко снимаю. Должен обойти тебя со всех сторон. Иначе ничего не получится с ним. Вот у тебя какие цветы, какие травы растут. Вообще удивительно. У кого больше есть. Видите, как у нас по форме идут в храм одеты. И вот те, которые там священники, говорят там проповеди. Ну, маленько гляньте в народ. Кто? Проходной двор. У нас этого нет. Вот он не прищищается больше года. Не прищищается. Ну, все, стоит за дверями. Такое правило принятое. Раз не прищищается, как правило, это грех. Идет наиспить. Молодой человек, что это блуд. Больше ничего там нету. Впал в грех и боится прийти сказать. Но он ничего не нарушает. Ему не отказано, как просто посетитель. Вот так. Что он еще посадил это тут? Вот пташка какая. В кустах у тебя тут пташки, наверное, живут. Морковку, лук, чеснок. Там у тебя тоже, я гляжу, какие-то цветы растут. Тюльпаны, да, да. Немножко. Капусту посадили. Ну, вот. Клубнику рассадили. Пойдем сейчас встречать архиерея. Ну, я сейчас еще немножко. Пойдем. Вот, посмотрите, вот как. Какая форма. Хотите узнать, картины Сурикова посмотрите. Поленова, Репина. Мы ничего нового не придумали. Двойной платок. Болосинка у старого, молодого не должна видеть. Не как у старообрядцев. Если не замужняя, то полголова открыта. Дескать, смотри, я не замужем, забери меня. Я же понимаю, откуда это все. У нас даже маленький младенец на руках обязан быть по точке. Строгость. Златоуз говорит, наведи порядок. Это Василий Великий. А тогда и веди службу. Порядка нет. А зачем это нужно все? Обман. Вот так отошел. У-у-у.